Здравствуйте, уважаемые ученики! Мы продолжаем с вами разговор на тему «Выдающиеся представители казахской национальной интеллигенции начала XX века». Сегодня на уроке вы узнаете о жизни и деятельности Мухаммеджана Танышпаева. Исследовательский вопрос – как отстаивали национальные интересы представители казахской интеллигенции? Одним из выдающихся сынов казахского народа, представителем казахской национальной интеллигенции, был Мухаммеджан Танышпаев. Первый железнодорожный инженер из казахов, автор многочисленных исторических работ, строитель Туркестана-Сибирской железной дороги, депутат Второй Государственной Думы, премьер-министр туркестанской автономии. Он родился 12 мая 1879 года в Семеречье. Каким же был этот период для казахского народа и как прошли детские годы Мухаммеджана Танышпаева, мы посмотрим видео. Мухаммеджан Танышпаев родился 12 мая 1879 года в Семеречье. Это было сложное время для казахского народа. Полным ходом шла колонизация земли и угнетение местного населения царской администрации. Лучшие земли были отданы пребывавшим переселенцам и казакам. А казахи вдруг оказались чужими на своей земле. Маленький Мухаммеджан видел и чувствовал эту несправедливость и произвол. Его отец был известным и уважаемым человеком. Бием входил в состав земельного комитета местной администрации, за помощью и поддержкой которому приходили сородичи и земляки со всего Семеречья. Это борьба отца его за свои земли, его искание, его споры за эти земли. Мухаммеджан так глубоко отложился в сознании мальчика Мухаммеджана. Наследник – продолжатель его дела. Мухаммеджан был главной надеждой для своего отца, который понимал, что на долю единственного сына выпадут нелегкие времена. Ведь судьба его связана с судьбой всего казахского народа, а потому с самых первых дней Танашпай вкладывал в Мухаммеджана всю свою душу и любовь, воспитывал в нем чувство долга и ответственности за родную землю и народ. 14 августа 1890 года Мухаммеджан Танашпаев был принят в Верненскую мужскую гимназию. Он поражал педагогов своими выдающимися успехами, а также, переходя из класса в класс, он удостаивался медалей первой степени и положительными характеристиками педагогического совета за отличные успехи в учебе и примерное поведение. В его гимназической характеристике будет написано следующее. Танашпаев с большим и постоянным интересом стал заниматься и русской литературой, и историей русской культуры, и культуры в частности. Он рано оказался одинаково способным и к изучению математики, и к изучению древних и новых языков, и русской литературы. Именно стремление служить своему народу толкнуло его на мысль поступить в институт и продолжить свое обучение. Золотая медаль гимназии и прекрасные характеристики педагогического совета открывали перед ним и другую возможность. Его рекомендовали на должность переводчика в канцелярию Семереченского военного губернатора. Однако Мухаммеджан Атанашпаева не прельщала данная должность, и он изъявил желание поступить в Петербургский институт железнодорожного транспорта имени императора Александра I. Однако ему было бы очень сложно учиться в данном институте без казенной стипендии. И на помощь ему приходит его учитель, директор Вернинской гимназии Вахрушев, который будет ходатайствовать перед Семереченским военным губернатором, и напишет следующее. «Принимаю во внимание, что воспитанник Атанашпаев во всех отношениях образцовый ученик, и при том выдающихся способностей, и поэтому я считаю правильным своим долгом усерднейше просить ваше превосходительство предоставить имеющуюся в вашем распоряжении стипендию Атанашпаеву. Без таковой стипендии он не может продолжить образование в учебном заведении». Так в 1900 году Мухаммеджан Атанашпаев, пройдя вступительный экзамен и получив стипендию от Семереченского генерал-губернатора, поступает в Петербургский институт железнодорожного транспорта имени императора Александра I. В этот период он будет являться непосредственным участником буржуазно-демократической революции 1905 года. Студенты Атанашпаева будут очень интересовать социально-политические проблемы казахского народа. Значительным фактом биографии Атанашпаева периода первой буржуазно-демократической революции является его выступление на съезде автономистов в 1905 году с докладом на тему «Казахи и общественное движение». Здесь он раскрывает грабительскую политику царской власти по отношению к казахскому народу, и следствием которой он считает хозяйственную разруху. В том же 1905 году он обратился с заявлением в Комитет министров, где пытался научно обосновать несоответствие системы управления и требовал изменения системы управления с военной на гражданскую. Свобода совести, свобода религии, равноправия – вот вопросы, решения которых он считал назревшими для казахского народа. Выступление Мухаммеджана Атанашпаева на съезде перед общественностью и царскими властями не остались незамеченными. Царские власти настороженно отнеслись к казахскому студенту, и за ним был установлен негласный надзор. Слежка за Мухаммеджаном Атанашпаевым велась и в тот период, когда он закончит институт. В 1906 году он будет работать на Семереченской железной дороге. Сыщики Лепсинского уезда будут неоднократно докладывать, что студент Атанашпаев ввозил литературу свободолюбивого характера и распространял ее среди грамотных казахов. Свидетельцем высокого авторитета и общественно-политического доверия народа к молодому 28-летнему инженеру Мухаммеджану Атанашпаеву явилось его избрание во Вторую Государственную думу от Семереченской области. Однако царское правительство настороженно отнеслось к его кандидатуре. С думских трибун прозвучали голоса казахских оппозиционеров, а также большой резонанс получила критика депутата Каратаева Столыпинской аграрной реформы. Игра в демократию привела к тому, что в июне 1907 года больнолюбивая дума была распущена, а казахи потеряли право избирать своих представителей в Государственную думу. После распуска думы Мухаммеджан Атанашпаев поступил на службу в Среднеазиатскую железную дорогу инженером по особым поручениям и принимал участие в строительстве моста через Амударио. Под псевдонимом «Казахский инженер» он будет печатать свои статьи просветительского характера в газете «Казах». Следующей работой Танашпаева являются материалы к истории киргиз-казахского народа под названием «Генеалогия киргиз-казахских родов». Важность этой книги Танашпаева заключается в дополнении Танашпаевым в общую генеалогию новых, ранее неизученных родов, а также как одна из первых попыток написать научно историю казахской генеалогии и происхождение термина «казах». В отечественной историографии Мухаммеджан Атанашпаев будет известен как исследователь казахско-джунгарских отношений периода XVIII века, а именно годы Великого Бедствия. Уже в советское время, в 1925 году, будет опубликована работа Мухаммеджана Танашпаева «История казахского народа». В сборник вошли некоторые публицистические, научные труды и краеведческие исследования Мухаммеджана Танашпаева. В 1917 году Танашпаев, что вполне естественно, восторженно встретил февральскую революцию, свергнувшую царизм, и созданную ею правительство. 6 апреля 1917 года Временное правительство образовало особый Туркестанский комитет для решения на местах всех возникающих вопросов управления краем во главе с кадетом Щепкиным. Одновременно Шкапский и Танашпаев были назначены комиссарами Временного правительства в Семереченской области. В 1917 году оба комиссара делали немало для того, чтобы предотвратить межнациональные конфликты, защитить казахов, возвращавшихся из Китая после революции, от засилия русских кулаков, и устроить в пределах области, в тех местах, где они жили до восстания. Об этом свидетельствуют многочисленные телеграммы, смес на имя Танашпаева и протоколы различных совещаний. В ноябре 1917 года Мухаммеджан Танашпаев примет участие на Четвертом съезде мусульман Туркестанского края. На этом съезде будет образована туркестанская автономия. Членом правительства будет избран Мустафа Шокай, а премьер-министром Мухаммеджан Танашпаев. Однако в связи с возникшим конфликтом между правительством туркестанской автономии и советами Туркестана, а также назревшим конфликтом между руководителями, Мухаммеджан Танашпаев снимет с себя обязанности премьера и вернется в Ташкент. Большое внимание уже в 1920 году уделил Танашпаев на оказание помощи в конец разоренному в ходе гражданской войны голодающему казахскому населению. Им был составлен подробный доклад о хозяйственном положении всей 31-й волости Северного Семеречья и разработал план мероприятий по улучшению экономической жизни края, который был передан фурманам. Склонность инженера Танашпаева к конкретной хозяйственно-организаторской деятельности была оценена председателем Туркестанской АССР Тураром Рысколоровым. В 1921-1922 годах Танашпаев управлял водным хозяйством Министерства земледелия Туркестанской Республики. В 1923 году руководил городским водным хозяйством Шимкента. Участвовал в создании проекта Туркестанского канала. В связи со национально-государственным размежеванием в Средней Азии Танашпаев назначается в особую комиссию ЦИК по землеустройству в должности старшего специалиста по кочевому хозяйству и членам технического совета. В 1924 году в связи с открытием Казахского педагогического института народного образования в городе Ташкенте он был приглашен преподавателем математики и физики. В 1925-1926 годах Танашпаев назначается главным инженером по благоустройству новой столицы республики – Казыларды. Ему принадлежала новая идея обеспечения города водой, строительства многих объектов. В 1927-1931 годах он выполнял работы по строительству Турксиба, куда пригласил его заместитель председателя Совнаркома РСФСР, председатель комитета содействия строительства Турксиба при СНК Турар Рыскулов. Благодаря упорной работе, хорошему знанию местности, инженер Танашпаев отстоял более дешевые на 25 миллионов рублей Чукпарский вариант трассы Алма-Ата-Фрунзе против дорогостоящего Кордайского. Это способствовало сокращению срока строительства Турксиба на целый год. К сожалению, время, отведенное судьбой Мухаммеджану Танашпаеву, было очень коротким. 22 апреля 1932 года начальник пути Турксиба, инженер Танашпаев, был арестован и сослан в Воронеж. 21 ноября 1937 года он будет вновь арестован, как бывший член Аллаш-Орды и как враг народа расстрелян. 29 сентября 1959 года он будет реабилитирован посмертно решением Верховного суда Казахской ССР. А в феврале 1970 года прокуратурой СССР и военным прокурором Туркестанского военного округа. Давайте выполним задание на закрепление. Под каким псевдонимом печатались статьи Мухаммеджана Танашпаева в газете «Казах»? А. Казахский инженер Б. Казахский депутат Ц. Просветитель Д. Аллаш Е. Казахский ученый Правильный ответ А. Казахский инженер В 1993 году в селе Каргалинка будет открыт первый памятник казахскому инженеру-железнодорожнику. В 2000 году Казахская академия транспорта и коммуникации будет присвоена имя Мухаммеджана Танашпаева. А также в городе Талдыкурган будет открыт историко-краевический музей, которому также будет присвоено имя Мухаммеджана Танашпаева. Итоги урока. Мухаммеджан Танашпаев – бедный общественный и государственный деятель. Лидер Национально-демократической партии «Алаш», премьер-министр туркестанской автономии, публицист, ученый-энциклопедист, основоположник казахского краеведения. Мухаммеджан Танашпаев всю свою сознательную деятельность посвятил борьбе за свободу и политическую самостоятельность казахского народа. На этом наш урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова